Здравствуйте! Мы продолжаем разговор об актуальном искусстве, и сегодня мы сосредоточимся на художниках российских и на их представлении об актуальном искусстве и актуальном действии. И прежде всего, несколько слов о таком понятии, как идеология. Мы его коснулись на прошлой встрече, что идеология – это какой-то компентиум идей или системы идей, взглядов, через призму которых осознается и оценивается отношение человека к действительности. В России идеологию воспринимают немного иначе. Идеология имеет такой политический окрас, что, в общем-то, совершенно не обязательно. Но вот ситуация сложилась, как сложилась. И в России, в отличие от западноевропейского мира, где была идея консюмеризма, массового производства, идея массового потребления, идеология, то в России тиражировали массовую идею социализма, коммунизма. Или, допустим, то, что происходит сегодня, тиражируют идеи суверенной демократии. Это своеобразная интерпретация демократических принципов. И художники, конечно, это их функция, как производителей искусства, в общем-то, отражать значимые для общества социокультурные композиции, делать их видимыми и представлять общественности. И в любом случае я не вполне согласна со многими критиками, в том числе и арт-критиками, которые говорят о том, что художник должен быть не ангажирован. Он всегда ангажирован чем-то или кем-то, или собственными идеями, или идеями, практикующими в обществе. Безусловно, он ангажирован идеями профессионального сообщества, то есть он должен соответствовать определенным критериям, которые разработаны в профессиональном сообществе. И профессиональное сообщество, собственно говоря, оценивает произведение искусства. Прежде всего, это особенно важно для актуального искусства. И поэтому, когда мы говорим об идеологии, то эта система идей и взглядов вполне может быть, скажем, и художественной, и политической, находить отражение в художественном действии. Если, скажем, оцениваем работу художника именно с точки зрения художественной, то это, конечно, идея профессиональная. Что касается специфики творчества российских актуальных художников, они замечены в желании работать совместно. Один из нью-йоркских галеристов, Рональд Фельдман, он вообще как бы так обратил на это внимание, что многие художники работают в паре от такой серьезной компании. Вот там Камара Меломед, который придумали, концептуализировали идею социарта. Бродский уткин, там перцы, мартынчики и так далее, и так далее. И Фельдман часто вот эту всю ситуацию означивал как стремление к коммуналке или колхозности. Вполне вероятно. И если говорить о начале, скажем, актуального искусства в России, то одна из первых групп, именно групп, появилась на российском арт-пространстве, так и называлось, коллективные действия. Следующий, там, скажем, акционизм, это, конечно, мухоморок. Мы посмотрим и увидим. Там тот арт, это неизобретение Абалакова и Жигалова и так далее, и так далее. Многие работают, там, скажем, в парах, семейные пары. Там Игорь Макаревич и Елена Елагина. Или Франциска Инфанта и Нона Горюнова. И причем здесь мы наблюдаем такую преемственность. Вот мухоморы, они что сделали? Они в конце 80-х годов выложили своими телами неприличное слово на Красной площади. Это вот такая была акция. И в дальнейшем вот эту идею повторили группа ЭТИ. Но вот если мухоморы делали это неосознанно, да, вроде бы как, да, что это было такое, может быть, глумление частично, то ЭТИ, группа ЭТИ, это уже как бы такое вот действие осознанное. Что касается коммерческого успеха, то у нас есть коммерчески успешные художники, коммерчески успешные, опять-таки, группы. Это, скажем, группа АЕС, она считается одной из самых успешных. Можем посмотреть на слайд. Эта работа называется «Ислам. Проблема времени. АЕС. Свидетели будущего». Идея была в том, что создавались фотоколлажи с атрибутами исламской традиции. Это и брали там «Статую свободы», там Нью-Йорк, Мюнхен, в том числе и Москва. Вот такая интерпретация Красной площади, ну, в какой-то такой своеобразный прогноз, да, вот этой идеи, да, революции цветной, которая была еще концептуализирована Шпенглером. И если говорить, опять-таки, о стремлении держаться группой, то вот группа АЕС состоит из четырех участников. Это Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский. И в 95-м году к ним прикнул фотограф Владимир Фриткес. И вот, собственно говоря, они создают свои работы, которые востребованы и западноевропейским арт-сообществом. А это очень важно, да, чтобы прошел такой своеобразный экспертный совет, да, вот как бы и актуальное искусство, произведение актуального искусства было признано именно среди профессионалов. Вот это тоже специфика именно актуального работы в пространстве актуального искусства, что очень важна на роль экспертизы и признания художника профессиональным сообществом. И если говорить о группе АЕС, то они представляли Россию на венецианских биеннале, также была их выставка в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге, в Московском музее современного искусства. Вообще, как бы они участвуют во многих знаковых действиях в международном пространстве и на российских площадках. Что касается, возвращаясь опять-таки к стремлению отечественных художников группироваться, конечно, не они это придумали. В западноевропейском арт-сообществе тоже, как бы, вот эта тенденция имеет место быть, но она не столь массово, как происходит именно в российском арт-пространстве. И мнение о том, вот зачем, собственно говоря, художникам собираться в группы, самые разные. Кто-то говорит о том, что, вот Екатерина Дёготь, куратор и критик, в общем, уважаемый человек в российском арт-пространстве, она утверждает, что, в принципе, это в духе постмодернистских концепций, ну и в том числе и структуралистского подхода Ролана Барта, который говорил о том, что автор гибнет в своем произведении. И читатель, условно говоря, читатель, воспринимая текст авторский, становится соавтором. Галерист Марат Гельман, он утверждает, что вообще, как бы, он даже устраивал выставку в честь, там, десятилетия своей галереи и назвал это все динамические пары, именно, представляя группы художников. Вот он говорит о том, что вот это коллективное творчество, оно позволяет более чётче артикулировать вот те идеи, которые пытаются донести до аудитории актуальные художники. Есть предположение о том, что, в общем-то, диалог тоже значим в творчестве, в творческом процессе. И если говорить именно о российском арт-пространстве, то оно довольно замкнуто. Со зрителями ситуация обстоит довольно сложно. И вот Горицын утверждает, что это попытка имитировать аудиторию. Если же рассмотреть ситуацию в российском арт-пространстве с точки зрения взаимодействия со зрителями, которые, ну, довольно сложно воспринимают вот те действия в российском арт-пространстве, то можно сделать следующее предположение, что вот эта конфликтная ситуация между профессиональным сообществом, профессиональных художников, критиков, которые занимаются актуальным действием, и аудитория, да, вот эта ситуация конфликта, она во многом тоже как бы провоцирует эту ситуацию совместного действия. И если говорить о конфликтности, то вообще сами произведения актуального искусства, они в российской практике во многом воспроизводят вот эту идеологию, политическую идеологию борьбы, поиска границ, да, не какие-то там истины для какого-то конкретного общества, конкретного человека, а вот именно вот эта идея границ. И один из представителей российского арт-пространства, Герман Виноградов, вот можем посмотреть на слайд, где представлена его работа, катакомбная церковь современного искусства. Это инсталляция и перформанс одновременно, вот тоже как бы то, что практикуют актуальные художники, вот различные приемы работы, да, и представления. Вообще Виноградов, он сторонник перформатизма, и активно вот этим пользуется, и устраивает эти перформансы. И вот эта работа была представлена на Бейнале в Ширяево. А Ширяево, вот попытка достучаться до зрителя, да, это деревенька, которая находится под Самарой, да, на Волге стык, восток и запад. И концепт проведения вот этой Бейнале в Ширяево, это как раз-таки между Европой и Азией. Первая Бейнале проходила в 1999 году и называлась «Провинция между Европой и Азией». Также там следующая Бейнале «Тактильность между Европой и Азией». 2003 год «Еда между Европой и Азией», 2005 год «Любовь между Европой и Азией» и так далее. 2009 год – это Америка между Европой и Азией. Вот этот путь поиска границ или простройка границ показывает разницу между подходами к работе в духе постмодерна, а в ситуации постиндустрии западноевропейских художников и российских художников. То есть их андеграунд, иной взгляд на ситуацию, иной взгляд на объект. И наш андеграунд – это большая разница. Зачастую это идея, от которой пытался избавиться тот же самый Житовский, против кого дружим. Вот это подвох. Если нет конфликта, то в принципе его можно создать. И невозможность наших художников. Крайне редко наши художники востребованы в международном арт-пространстве. То есть нам вот этот космополитизм, которым обвиняли художественные сообщества, с которыми боролись, оно как-то в общем-то все равно не свойственно, все равно мы ориентируемся на какое-то место, на специфику. Если идея не вообще идея, опять-таки потребительская идея, идея постиндустриального общества, приоритет гуманитарных технологий, а идеи немного политизированные. И, допустим, один из обвиняемых в космополитизме был Эрнст Иосифович Неизвестный, которому досталось на выставке Манежа, знаменитой выставке Манежа, о которой мы говорили на первых встречах, где Хрущев как-то был возмущен тем, что и картины не так написаны, и объекты какие-то странные. И попало неизвестному от Хрущева, они ступили в дискуссию, дискуссию довольно жесткую, но тоже парадокс общества постиндустрии, можете посмотреть на слайд. Именно Эрнст Неизвестный сделал надгробный памятник Никите Сергеевичу Хрущеву. Да, вот в духе как раз-таки такого актуального искусства, да прости от меня профессионалы в области актуального действия, да, тут отсылка к такому уже классическому, да, скажем, произведению. И надо сказать, что Эрнст Неизвестный, помимо того, что он вступил в дискуссию с Никитой Сергеевичем Хрущевым, он вообще очень интересный человек, интересная личность, который прошел войну, который вот по-другому стал смотреть на возможность выразить какой-то художественный образ, да, своеобразными средствами, и он эмигрировал из России, но связь с Россией, в общем-то, не утратил. Вот это тоже особенность российского арт-пространства. Да, Эрнст Неизвестный, думаю, что он востребован как художник в западноевропейском сообществе. Также востребован тот же самый Илья Кайбаков, но мне кажется, что они востребованы именно потому, что они вот эмигрировали первыми, да, вот те люди, которые сегодня пытаются достучаться до западноевропейского арт-пространства, они порой, в общем-то, неслышимы. Может быть, именно потому, что вот эта вот ориентация на место, на территорию, на идею, идею социальную, да, не столько вот как бы социально значимое действие и на отношение людей, а не на жизнь как таковую, да. Следующая его работа, Эрнст Неизвестного, недавно появившаяся в Москве, это «Древо», над которым он работал 45 лет, и это расположено оно на пешеходном мосту Багратион в Москве. И для Неизвестного важно именно еще и место, где расположена его работа, вот с его точки зрения, это дорога в будущее. Это русские Манхэттены, поэтому место его вполне устраивает, так как оно расположено именно вот как бы на таком топовом, на топовой территории, которая дает возможность взглянуть на будущее. Еще одна идея, которая была как бы концептуализирована в западноевропейском пространстве и активно реализована на российской территории, это идея нонконформизма. То есть вот того же самого Эрнст Неизвестного причисляли к нонконформистам или к концептуалистам, тоже как бы сейчас разберемся. И вот эта идея нонконформизма, то есть против нормы, да, вот. Но сегодня нонконформизм во многом рассматривается как идея, которая утратила свою актуальность. Ее можно музеифицировать. Есть музей в Питере, нонконформистская культура, и директор этого музея Марина Колдовская, которая и является, опять-таки, человеком универсальным, еще и художником. Можем посмотреть на следующий слайд. Это один из объектов, которые были представлены в ее работе. Дорога на юг проходила 12 июня по 31 июля 2009 года на винзаводе в ателье номер 2. И идея Голдовская – это как раз-таки назад в свое прошлое, вот к африканским корням, к наивному восприятию, да, вот этого мира, да, возвращение к истокам. И во многом вот эта ее работа, она иллюстрирует такой концептуальный взгляд на объекты, на предметы и на образы. Вообще, если говорить о концептуализме, то для, допустим, начала можно привести цитату Рубинштейна, что концептуализм ровно столько, сколько людей, себя к ним причисляющих. И каждый это по-своему интерпретирует. То есть концепт, и почему вот актуальное искусство еще во многом рассматривают как концептуальное искусство, работает не с образами, а работает с идеями. И, допустим, Кашот, один из основоположников вот этого течения, говорил следующее, что основное значение концептуализма, как мне представляется, стоит в коренном переосмыслении того, каким образом функционирует произведение искусства или как функционирует сама культура, как может меняться смысл, даже если материал не меняется. И начало концептуализма, это 60-е, 70-е годы, и вот как бы до сегодняшнего дня вот эти идеи развиваются, и породило вот это течение многонаправлений. Ну, допустим, феминизм или искусство небольших социальных групп. И во многом вот этот концептуальный взгляд, он прослеживается и в работах российских художников. Допустим, если говорить о соцарте, да, комарами и ламида, это был такой вот действительно концепт. Сейчас же это метод. Метод, который довольно востребован, и, в общем, до сих пор вызывает живой интерес. Можем посмотреть на слайд и увидеть работу Эдуарда Гороховского «Россия. Черный квадрат с красной каемкой». Работа 1998 года. Используется прием такой ухудшения произведения, который призван как бы артикулировать стиль, да, и персонажность. И во многом вот эти произведения, они сродни Китчу, да, вот, ну, Китч опять-таки как прием. И художник выступает в произведениях не от своего собственного имени, а от, там, какого-то героя. И во многом с маской, да, вот, допустим, на перформансах, как это происходит. То есть это, ну, такой своеобразный плут или петрушка. Шарлатан, обманщик и человек с двойным дном. Вот если говорить об этом приеме, да, и теперь это уже метод, мы его находим не только в России, но и в работах зарубежных художников. Тоже можно посмотреть на слайд. Это работа китайского художника Пиджак Мао Суэ Цзянго и шинель Дмитрия Цветкова, которые как раз-таки вот представляют вот эту идеологию, которой работают актуальные художники. Ну, вот, допустим, Китай тоже близок России тем, что он идеологизирован, идеологизирован с точки зрения политической системы. А вообще, как бы, вот эта дискуссия о шинели, да, вот, форме и так далее, и так далее, она значима для России. И, допустим, считается, что если в западноевропейском мире, особенно в Соединенных Штатах Америки, это активный взгляд на жизнь и так далее, и так далее, это Микки Маус, то у нас как раз-таки вот этот Акаки Акакиевич бедный, который мечтает не поймать удачу за хвост, а мечтает о шинели. И в завершении еще одна работа Олега Кулика. Кулик ваш депутат. Вот он реабилитирует природу, да, животность, работает с феноменом бестиарности. Если обратите внимание на его ножку, да, то она в форме копытца сделана. И для Кулика действительно было важно, да, вот эта идея животного, да, и человека, культурной и природы, да, которая артикулируется и в российском арт-пространстве. Спасибо за внимание. До свидания.